Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Кишинёвском международном аэропорту после обеда. В состав белорусской делегации вошли представители правительства и бизнесмены. Гости направились в госрезиденцию, где их встречали хлебом-солью и воинскими почестями. Встреча президентов продлилась полтора часа. Затем был подписан ряд соглашений, в том числе план действий на следующие два года между мэриями Кишинёва и Минска. Также стороны подписали совместное заявление о ситуации в регионе. Я убеждён, что и на будущем при подписании этого соглашения найдутся все механизмы, которые дадут возможность, чтобы наши отношения были самые лучшие и с Россией, и с Белоруссией. Только нужно одно условие – желание, чтобы было сторон, и чтобы не мешали, не создавали искусственные препятствия. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Минск уважает решение Кишинёва подписать соглашение об ассоциации с ЕС. И заверил, что Молдова может рассчитывать на поддержку Белоруссии. Ведя переговоры с учётом наших отношений в Таможенном союзе, с учётом ваших ориентированных на Европейский союз, мы наоборот находим дополнительные пути нашего сотрудничества. Я знаю, что много вопросов сейчас, а как будет в Молдове, вот эти вот санкции, эмбарго и прочее. Ну, знаете, я думаю, не надо слишком уж преувеличивать подобные вещи. Просто вы будете находиться в другой ситуации. Страх в том, что надо перестраиваться. Ещё хочу рассказать своему коллеге и другу, господину президенту, что вы можете рассчитывать на нас. Сегодня Александр Лукашенко встретится с председателем парламента Игорем Корманом и премьером Юрием Лянко.